Конкурс 100 тысяч на выпускной близится к своему завершению. На финишной прямой – эстафета добрых дел. Она выпала на предпраздничные дни, и некоторые участники приурочили свои волонтёрские мероприятия ко Дню Победы. Так, команда школы имени Ярослава Василенко изготовила атрибуты праздника – значки с георгиевскими ленточками. Каждый выбирал сам расцветку цветочков, форму, как будут складывать эту георгиевскую ленточку. Мы подарим эти георгиевские ленточки детям войны, ветеранам к нам придут. Мы сделаем это доброе дело, подарим им эти георгиевские ленточки, которые сделали сами. Ученики инженерно-технологического класса высотки накануне Дня Победы расчистили от снега и льда крыльцо подъезда, в котором живут супруги Синицыны. Труженик тыла Виктор Иванович и дитя войны Ангелина Степановна работали дружно и с воодушевлением. С сапёрной лопатой мы выбивали лёд, который приелся с начала зимы, тут в принципе очень много льда было. Снег мы убирали обычной лопатой, его намного меньше было, чем льда, конечно, но было тяжело на самом деле. Эстафету добрых дел подхватила команда бизнес-класса высотки. Ребята решили позаниматься финансовой грамотностью с дошкольниками. Для воспитанников детского сада «Русалочка» десятиклассники подготовили тематический урок и познавательную игру, а также отобрали для просмотра несколько серий смешариков, посвящённых теме финансов. Поболтаем насчёт денег, как распоряжаться деньгами, куда их, ну, в первую очередь нужно потратить, и объясним, в принципе, суть денег. Мы поиграем с ним в игру «хочу-надо». То есть дети скажут, куда, ну, то есть отнести я тот или иной предмет в «хочу» или в «надо». Доброе дело доброму сердцу. Ученики из лингвистического класса посетили приют для бездомных животных. Ребята не только принесли корм и средства для ухода за питомцами, но и взялись за уборку вольеров. Почистили клетки и территорию, покормили собак. Но для хвостиков главное, что с ними пообщались, погладили и приласкали. Мы, в принципе, изначально с первого класса всегда ходили и от школы, и так чисто с друзьями, просто носили там разные корма, кто-то поиграться приходил. Я вот в прошлом году чистила комнату для кроликов, я так понимаю, что такое это было. И периодически, и из своих сверстников я замечаю, что многие приходят, ну и сами мы тоже стараемся не забывать про них. А ученики из юридического класса решили подарить радость и тепло всем вокруг и раздали губкинцам открытки с добрыми пожеланиями. Делали их ребята своими руками. Школьники, учителя и прохожие на улице были приятно удивлены таким неожиданным проявлением внимания. Эта акция точно добавила всем позитива. У нас все в школе ходят хмурые, конец учебного года, и все грустные, хочется поднять все настроения. Своим примером ребята надеются вдохновить окружающих, присоединиться к ним и вместе сделать наш мир ярче и лучше. Ведь у Добрых дел не бывает праздников и выходных, сроков и каникул, и для них не важен возраст. Так что эстафета Добрых дел продолжается.